День воскресный, день чудесный. Скажите мне, пожалуйста, сколько раз за свою жизнь вы слышали следующую фразу? А у нас в Рязани грибы с глазами, их ядять, а они глядять. В этом выпуске я открою вам тайну, откуда вообще пошла эта поговорка. Да, друзья, прямо сейчас мы находимся в Рязани, куда меня пригласил один из местных жителей со словами, вот ты же делаешь призыв. Хотите принять участие? Пишите, если вам есть что рассказать. И сегодня я к вам спешу с еще одной историей из жизни, нашей жизни. Я и сделал публикацию в телеграме канала, где предложил принять участие всем тем, кто живет в Рязани, и высказать свое мнение. Откликнулось несколько человек, и их мы сегодня послушаем. Этот выпуск будет максимально насыщен и полезен информацией, поэтому присаживайтесь поудобней, мы начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра. Всем привет, на связи Константин Фримен, мне 31 год и я главный герой сегодняшнего выпуска. Косян, ну расскажи нам, как давно ты живешь в Рязани? С самого своего рождения. В 92 году как родился. Единственное, что за время жизни в Рязани я сменил несколько локаций, а так все время нахожусь здесь. Детский сад, школа, а потом надо получать высшее образование. Что ты получал, где учился? Родители отправили меня в Академию правоуправления в Синроссии. Это такая замечательная организация, там учат на людей в погонах для службы в дальнейшем в пенитенциарной системе. Когда я поступал, мне сказали, родители сказали, что там все здорово, иди учись, потом будешь милиционером, будешь защищать людей, блюсти закон и так далее. Я пошел туда учиться и достаточно быстро понял, что как-то мне не очень там нравится, потому что это погоны, это определенные ограничения. Ну, как бы я доучился до конца пять лет, в дальнейшем распределился в Тульскую область для работы в колонии строгого режима. Некоторое время поработал там, схватился за голову, понял, что, блин, что-то, короче, вообще это, наверное, не то, чем я хочу заниматься в жизни. Попытался трудоустроиться путем перевода в Москву на протяжении полугода, просился слезно, чтобы меня перевели. В итоге через полгода перевод случился. Я начал работать в московском СИЗО, следственный изолятор «Матросская тишина», номер один. Полтора года проработал там. В дальнейшем понял, что, в принципе, наверное, как-то мне не очень нравится служба в правоохранительных органах. Начал искать для себя альтернативы, нашел альтернативы, вернулся обратно в Рязань. Ну, наверное, обо всем по порядку. Меня зовут Роман, я из Рязанской области, город Сасово. Ну, в Рязань езжу чаще и уже в течение двух лет присматриваю, ну, купить квартиру, новостройки и вторичку. А город мне нравится то, что он большой, областной, как бы сильно сейчас строится большими темпами. Если вот ты ехал, видел, что там больше десяти башенных кранов можно насчитать, если вокруг повернуться. Темпы идут большие застройки. Нравится то, что он становится большим, как бы много людей, гипермаркеты, парки благоустраиваются. Ну, есть где время провести, что посмотреть. Рязань – это действительно крупный город, и подснять его в рамках одной поездки, ну, просто нереально. Местные отмечают, что население здесь около 700 тысяч человек, хотя из официальных источников оно в районе 520 тысяч человек. Дим, тут важный нюанс, он заключается в том, что я работал посменно. Я работал сутки-трое, в Туле я вообще работал день-ночь, оцепной выходной, я мотался каждый день, ну, каждую смену, то есть там, у меня утром начинается там в 8 утра рабочий день, да, я до там ночи, короче, должен, или до 6 вечера, я уж точно не помню. Ну, короче, как-то вот там было по половинкам, да, суток, а в Москву я ездил вообще сутки-трое, и, соответственно, я фактически в Москве не жил, то есть я так, как этот вахтовик, приезжал, вставал в 3 утра, съехал к 4 утра на автобус, Москва, Рязань-Москва, приезжал в Москву, бегом бежал, короче, в метро, в метро там еще немножко покемарил, приезжал, ну, на нужную станцию метро, там прям на выходе был Макдак, я заходил в Макдак, поскольку, как бы, ну, зарплата сотрудника правоохранительных органов на тот момент, ну, в принципе, не сильно что-то поменялось, была не сильно высокой, соответственно, я как бы, ну, рассчитывал по средствам, то есть сейчас я когда в Макдак захожу, я уже как бы кушаю все, что хочу, а тогда мне надо было распределить там и деньги и на жилье, и на еду, и там на какие-то другие расходы, соответственно, я приехал там скромненько какой-нибудь там этот, хаш-бра, короче, картофельную котлетку, да, картофельную котлетку кушал, там самый дешевый кофе, самый маленький выпивал, бежал дальше на работу. Времени сколько занимало от дома до работы? Слушай, фактически, то есть если я выходил там, ну, без 24, я ездил на такси, потому что на то время, как бы, ну, транспорт не ходит вот так вот ночью у нас глубоко, я ездил на такси, и то была договоренность с несколькими таксистами, короче, чтобы подешевле, как постоянного клиента, они меня возили. По времени, блин, ну, рабочий день начинался, по-моему, тоже что-то там типа в девять, что ли, то есть я приезжал там полдевятого, уже конкретно заходил на проходную, ну, вот, фактически так и получается, там, с полчетвертого до полдевятого, вот так, весь путь, да, полностью. Привет, меня зовут Валерий, сегодня хочу вам рассказать немного о городе Ризайн. Знакомство с этим городом у меня начало еще в далеком 2017 году, когда я поступила в Рязанский радиотехнический университет. На сегодняшний день я проживаю в городе Рязань и работаю здесь, и за время нахождения в данном городе проживания у меня есть что сказать. Громнейшим минусом, конечно, выступает невозможность передвижения, то есть с каждым днем, можно сказать, да, если укрировать, передвигаться становится более невозможным. Строятся новые дома, дизайн растет ввысь, это, конечно, безусловно, можно отметить как и плюс. С той стороны, что новые дворы, новые детские площадки, новые квартиры, город выглядит современным, когда ты в него заезжаешь и видишь новострой, это все-таки лучше, когда ты видишь пятиэтажки, на мой взгляд. Даже для глаза, то есть воспринимается город уже лучше, но это все, на мой взгляд, должно быть соизмеримо с транспортом и соизмеримо с дорогами, потому что самый застраиваемый район имеет в основном дороги максимум две полосы, и то это не везде. Я считаю, что нужно расширять дороги, расширять транспорт, особенно в некоторых районах, где транспорт вообще не ходит. Нам еще с транспортом повезло, потому что мы живем, во-первых, практически на конечной остановке, где можно всегда сесть в автобус, а есть люди, которые живут в этом же районе, и буквально через 5-7 остановок в транспорт уже забиться просто нереально. Это для меня, наверное, самая большая проблема, потому что в часы пик я добираюсь до работы до 2 часов, вот сейчас в зимнее время. Для города Рязани, для того расстояния, какое мне ехать, я считаю, это очень много. То есть без пробок я могу в летнее время доехать за 20 минут. Как вам такое начало? Москва, Москва, да чего ты нам эту Москву только показываешь? Вот Константин на общественном транспорте 5 часов в один конец на работу в Москву. Валерия переехала в Рязань на учебу, осталось жить здесь, 2 часа, говорит, до работы, когда ехать, всего лишь 20 минут на общественном транспорте. Город застраивается, население растет, Костя отмечает, что сюда многие москвичи приезжают встречать пенсию. Куда они переезжают, тоже вам покажем. Дальше много интересного, но, но, но прервемся на рекламную паузу. Не переключайтесь. Иметь свою квартиру мечта многих, но ипотека это долгосрочный кредит, который нужно выплачивать ежемесячно в течение многих лет. Тинькофф предлагает погасить ипотеку одним махом, участвуя в розыгрыше погашения ипотеки. Для участия в розыгрыше оформите поле страхования ипотеки в Тинькофф в период с 11 ноября по 31 декабря 2023 года и оплатите его картой любого банка. Страхование ипотеки это обязательно условия выдачи кредита, защищающие интересы банка и заемщика при наступлении страхового случая. Страхование ипотеки в Тинькофф можно оформить быстро и онлайн, сэкономив до 30% в сравнении с другими каналами продаж. Перечень страховых рисков и другие условия отвечают требованиям банков-партнеров. А круглосуточная служба поддержки и персональный менеджер помогут вам решить любые вопросы, связанные с оформлением полиса. А победителя розыгрыша выберут случайным образом до 19 января 2024 года. Он получит приз в размере страховой суммы по полису страхования ипотеки. Кроме того, в рамках розыгрыша 100 счастливчиков получат бесплатный полис страхования ипотеки. А вот чтобы принять участие в розыгрыше, перейдите по ссылочке в описании и оформите полис страхования ипотеки Тинькофф. А по промокоду вы получите скидку 10% от стоимости полиса. Если вы уже оформили ипотеку или планируете ее оформить, обязательно примите участие в розыгрыше, погашении ипотеки. Это может стать началом нового этапа в вашей жизни. Слушай, ну бизнес класс. Элита. Элита должна где-то жить. Дима, этот дом специально построили для того, чтобы я мог из дома выйти и здесь делать успешные фото. Потому что здесь, особенно вечером, все очень красиво. По факту, вот мой дом, он прям за ним. Такая девятиэтажка с голубой плиточкой, все как надо. 90-х годов постройки. Насколько я помню, середина. Квартиры здесь меньше по размеру, хуже по шумоизоляции, потому что сюда ходил тесь мой. Ну просто ради интереса смотрел, короче, жилье. Квартиры меньше. Понятно, что это человейник. То есть там куча-куча-куча квартир в одном подъезде. Цена... Ну а цена, вопрос, конечно, открытый. В силу того, что город большой, я выставляю фильтр, начиная с однокомнатных квартир и до квартир более пяти комнат. Вот, пожалуйста, более четырех тысяч объявлений от двух с половиной и в горочку. Четыре, пять, семь, восемь миллионов – это средние цены. Надо смотреть, что за жилье. Поэтому, друзья, кому интересно, посмотрит сам. Мы продолжаем. Если вот этот весь дом заселят, и у каждой квартиры будет хотя бы одна машина, им негде будет ставить, потому что у них внутри двора парковаться нельзя. При мне эвакуатор туда заезжал, вечером машину забирал. Они будут парковаться вот здесь, вот там вдоль улицы, вот здесь вдоль улицы. Здесь у них тоже площадочка небольшая, машина на 30. Но что такое 30 машин? У многих семей сейчас у нас в Рязани, вот, по крайней мере, тех, с кем я общаюсь, у них там по несколько машин в семье. Соответственно, муж приехал, машину поставил, жена приехала, машину поставила, больше никуда не поставишь. Сам дом, здесь тогда уголочек снесли, какая-то заезжала фура разгружаться во двор, снесли уголочек, подходишь и прям как вот из туалетной бумаги там сделано. Может, конечно, это внешний фасад, но опять же, шумоизоляция, допустим, здесь между квартирами хуже. Ты покупаешь фантик, красивую картинку, красивую картинку снаружи, красивую картинку во дворе. Там, ну, понятно, детская площадка, тренажеры, все красиво, классно, здорово. Но само жилье фиг знает. Я выбираю между своим домом и этим, с учетом цены, я бы однозначно выбрал свой. Вот они, реалии жизни, вот этот бизнес-класс, назовем его так, разделяет нас с ним сейчас. Это гаражи, разрисованные в стиле рэп и хип-хоп. Мы стоим на площадке детской советского типа, это вот женщин мусор сейчас бросила, советского типа. За твоей спиной вот интересные автомобили. Запорожец, старенький, номера новенькие. И вот такая вот девяти, да, этажечка советского типа, в которой у тебя квартирка. Десяти этажка. Десяти этажка. А тут что за площадь, и когда ты ее покупала по какой цене? Слушай, покупал ее, не я, покупали нам ее родители, супруги. Причем тут у нас получается как, они живут на этаж выше нас, мы живем на этаже ниже. Приобретали они ее в тот период, когда я еще был бедным милиционером. Соответственно, по цене, если мне память не изменяет, это был, наверное, 14-15 год. Что-то типа 3,5 что ли миллиона, я уже не помню сейчас, на текущий момент. Сейчас все существенно дороже. То есть, скорее всего, эта квартира сейчас стоит в 2, может быть, даже немножечко побольше. Раз. Опять же, не интересовался, ввиду того, что как бы в ближайшее время с недвижимостью связываться не собираюсь. В целом, когда живешь вот с видом на такой дом, плюс у тебя в промежутке, точнее, между вами гаражи. Слушай, да и пофигу. Ты на это обратишь внимание только, когда вот ты смотришь конкретно локацию. То есть, ты приедешь такой, типа, фу, гаражи. А так, ну, живешь ты здесь. С утра встал, повез ребенка в школу. Что, ты сильно будешь ходить, разгадывать эти гаражи? Ну, гаражи, гаражи. Ну, и что, везде как бы свои недостатки, да? Здесь нет для меня ничего такого, что как бы отвращает взор за исключением вот недвижимости вот этой. Ты вот живешь и работаешь, получается, из дома. Да. Но при этом пробег у тебя на тачке такой немаленький. Слушай, мы ездим, изучаем страну. А, то есть, по стране много путешествий. Ну, да. То есть, мы, например, там в Сочи каждый год ездим. В 2020 году жили там месяц. В 2022 жили там месяц. В 2023 жили там две недели, потому что я сказал, блин, месяц, мне тут будет уже скучно. На самом деле, как бы активно ездить начали, наверное, вот только на этой машине. У нас деревня в 200 километрах от Рязани. Мы туда катаемся достаточно часто, потому что там, ну, есть возможность побыть на природе. Там реально гораздо более чистый воздух относительно города. Это чувствуется даже потому, как ты высыпаешься хорошо. Ну, там речка, водоем. Там на великах прикольно покататься можно, на саббордах поплавать там и так далее. Была, на самом деле, мысль приобрести байдарку себе для того, чтобы там плавать на речке. Ну, потому что, опять же, я приверженец такого активного отдыха. В деревню накатывали, потом в Питер ездили в этом году, в Казань ездили в этом году. Но это все как бы в этом году. До этого особо никуда не катались, кроме юбов. Ну, что, презентуй. 31 год тебе, а двигаешься на японце, да непростом. Что у тебя тут? 3,5-6 японцы делают вещи. Это Мурана. На самом деле, как бы, она уже у меня не первая Мурана. Я до этого ездил на предыдущем кузове. Порядка шести лет. Тоже я брал ее с пробегом 50 в хорошем состоянии, специально искал. Потому что я смотрел, ну, такие все подубитые были немножко. Потом встал вопрос замены автомобиля. Потому что, ну, как бы, пробег уже 135 тысяч. Плюс там кенты все машины поменяли себе. Я что-то тоже думал, блин, ну, наверное, надо уже и пробег большой, и как-то соответствовать нужно, да. Начал искать различные варианты. Мотался, метался. Думал, Тигуан. Ну, типа, есть же 220-сильный Тигуан. Я парень молодой, хочется как бы вжарить, да. Пошли с женой смотреть. Она говорит, она маленькая. Согласился. Потом думаю, блин, наверное, X3 BMW. Хочется же попробовать что-то там другое уже в жизни. Что-то тоже посмотрели. Она и маленькая, и там нюансики какие-то по обслуживанию более сложные. Сложные щепетильные были. Решил пойти проверенной дорожкой. В 2020 году, в декабре, взял вот этот автомобиль. Пробег на момент покупки был 35, по-моему, или 40 тысяч. Брал ее в Ульяновске. Ездил за ней, там, покупал отчеты и все прочее. Немножечко там были дефектики по кузову небольшие. То есть там перекрашивалась, по-моему, другая только крышечка зеркала и задний бампер. Во всем остальном машина была в идеале. И на самом деле у меня жизненная позиция, она вот в плане машин примерно такая и есть. То есть я беру машину, там, год-два возрастом с минимальным пробегом. Но при этом она уже прошла обкатку. И на нее уже у владельца должна быть зимняя резина. И если на ней что-то должно было отхлебнуть по причине заводского брака, оно, наверное, должно было уже отхлебнуть. Ну и, соответственно, страховки и все прочее на ней гораздо дешевле. Сама машина мне очень нравится. На моем YouTube-канале есть обзор на нее достаточно подробный, где я все рассказываю, сколько она стоит в содержании, сколько там стоит на нее резина, сколько на нее стоит ТО. Какие-то свои ощущения, впечатления от эксплуатации на протяжении порядка уже 80 тысяч километров. Начинаем. Итак, друзья, мы заходим в гости к ребятам. Дома жена, дома сын. Сын сейчас на онлайн-обучении. Ребята, онлайн-обучение. На голове у меня прическа интересная. Но мы переходим к делу. Квартира трехкомнатная, площадь 70 квадратных метров. Кратенько покажем, что есть. Тут у нас кладовочка. Далее кухня. Пожалуйста, зеленый ковер с ощущением, что ты находишься на травке. Первая комната – это гостиная, друзья, гостиная. Ну и дальше у нас идет от разветвления туалет-ванна. Налево – спальня. Направо – детская комната, где сейчас ребенок занимается. Ну и, собственно, в комнате также расположено интересное место, откуда, собственно, работа ее. Вот, пойдемте посмотрим. За 5-8 лет город вырос до неузнаваемости. Вообще не узнать. Очень много высоток настроили. Строят за год за полтора дом большой, как грибы. Квартиры смотрел я разные. Евро-однушки, евро-двушки. Покупки рассматриваю как вложение. Как бы не жить точно. В Рязани есть опыт. Квартиры посуточно снимал, приезжал с ночевкой. А новостройки смотрел. Там жить невозможно. Я бы в новостройках не стал жить. Особенно вот высотные. Лифты долго ждать. Постоянно ветер шумит, гудит что-то. Слышимость вообще отвратительная. Я считаю, если покупать, чтобы жить в квартире, нужно искать какую-нибудь кирпичную или вторичку. Панельную, пятиэтажку. Даже допустим. Бывают хорошие варианты. И не так дорого. Как вы думаете, где мы сейчас находимся? Наверное, заехали куда-нибудь на окраину, в деревушку. Нет, друзья. Мы находимся в центре Рязани. Вот территориальная точка. Это вот прям действительно центр. И когда застройщики строят подобные дома. С левой стороны, справа. Я вам перебивками все это показываю. Это то, что окружает нас примерно на этой локации. Позиционируют, как купи квартиру в центре города. Ну и вот. Стандартная картина, как везде. Казалось бы, давай даже покажи просто домик деревянный. Но сам смысл, что раньше вот так выглядела Рязань. Вот на центральной части. Одноэтажные дома. А сейчас постепенно, постепенно идет, ну как это назвать? Развитие, застройка. Опять же, спрос рождает предложение. Очень часто вы пишите в комментариях. Вот, страна у нас большая, а людей загоняют в человенники. Ну, казалось бы, покупай себе дом. Но, опять же, все же по деньгам построить дом сегодня, загородным. Купи земельный участок, построи дом. Его нужно содержать. Одно только содержание, обслуживание своего индивидуального жилищного строения. Многих людей уже отталкивает. Вот, снег выпал. Это сейчас снег почисти. За кровлей следи. А если вдруг что сломалось, ты в управляющую компанию не позвонишь. Это тебе нужно самому, либо кого-то искать. И вот все то, что приводит к такому, так называемому, бытовому, если хотите, геморрою, многих людей тормозит. А здесь, смотри, давай, пожалуйста, поменяемся потихонечку. О, купил себе за энное количество средств квартирку. И сидишь в ней, смотришь с высоты на город. Классно это или не классно? Вот здесь вы, конечно, пишите в комментариях, но сколько, 200 с чем-то километров от Ункада. И вот та же самая история. Все активно застраивается, перестраивается. Твое мнение? Не совсем ты прав. Мы с тобой показали несколько локаций конкретных города. Они так называемые проплешины, да, частного сектора, которые еще остались. Их здесь немало. И в центре города они тоже есть. Сейчас в пределах пяти минут мы еще можем доехать там в три-четыре агломерации различных. Опять же, абсолютно разная ситуация. Вот сзади стоит кирпичный домик, который весьма недешев в стройке. Кто понимает строительство, знает, что кирпич вещь достаточно дорогая. Здесь есть вот такие дома. Ну, вряд ли ему там сто лет, ему пятьдесят. У нас даже в центре города, вот в самом-самом центре, две минуты ходьбы от меня, были старые двухэтажные бараки с удобствами на улицах. К нам приезжал гражданин Варламов, снимал вот эти вот все бараки. И очень возмущался, что людей отсюда выселяют, оттуда выселяют. А вот здесь вопрос, а что хорошего жить в двухэтажном бараке столетнем, у которого удобство на улице. У них там и с водой проблемы, и с коммуникацией проблемы. Не дай бог, что где слишком большое напряжение, коротнет, полыхнет, все. Если, как бы, ну, оставлять исторические здания, надо хотя бы людей оттуда расселять. А он снял так, что, типа, вот, надо оставлять все как есть, людям нравится там жить. Но кому нравится жить и какать, ходить, блин, на улицу? То есть нужно одеть куртку и пойти морозить попу для того, чтобы, как бы, элементарные какие-то удобства заполучить. А в остальной части города, то есть есть проплешины частного сектора, безусловно, но в остальной части города все-таки больше жилых домов, они не такие высотные, как строят сейчас вот эти вот свечки, да, даже не такие высотные, как вот эти. У нас там где пятиэтажечки, где на краях города, да, много-много пятиэтажечек. С другой стороны, девятидесятиэтажные дома, постройки там девяностых, начала двухтысячных годов. То есть в целом город, он все-таки больше многоквартижный, нежели частный. Но частного сектора также много, и есть отдельные локации, которые считаются элитными. Там прям хорошие дома, которые только-только недавно построили, либо люди, которые построили их там, например, 15-20 лет назад, но содержат их в образцовом состоянии, опять же, по причине наличия финансовых средств и свободного времени. Конечно, также стоит отметить, наверное, проблему с экологией. И на самом деле меня она не очень касается, потому что я, в принципе, об этом, ну, пока не думаю. Не знаю, возможно, что это неправильно, но тем не менее это так. И в какой район бы города ты не переехал, везде тебя будет ждать суперзавод. То есть это либо нефтезавод, который выбросы делает регулярно, это либо Технониколь, который тоже там проехать мимо него невозможно даже, на то, что там жить. Вот. И еще там кожный завод, еще какие-то есть. Я, если честно, не в курсе больше. Вот я знаю крупные какие-то. Вот. Так что людям, которые ищут экологичный город, Рязань точно для вас. Если поговорить про город в целом, смотри, население 500 тысяч человек плюс-минус. Вообще, что расскажешь? Какие знаковые места есть? Что есть в городе? Отдых, работа, инфраструктура? Слушай, на самом деле, фактически здесь население больше. На мой взгляд, город весьма не бедный, потому что, ну, и мест есть, где как бы погулять, отдохнуть много. И, в принципе, так, ну, по улицам смотришь, там, новые Мерседесы из класса в последнем кузове катаются, Рэнджи в последних кузовах катаются, которые вот сейчас стоят уже там под двадцаточку, тридцаточку и так далее. То есть, ну, в целом, как бы, народ такой прилично обеспеченный, да. Город, ну, вот мне он нравится даже больше, чем Москва, в том плане, что он достаточно компактный, гораздо спокойнее. И немаловажным, наверное, вот эта мысль у меня, в принципе, сегодня через весь сюжет будет идти. Здесь дешевле жить, чем в Москве. Гораздо дешевле и в плане услуг, и в плане там всего прочего. А так, в целом, ну, знаковые места. Вот на самом деле, раньше здесь было меньше знаковых мест. Ну, как, они были, но они были в достаточно таком ублюдском состоянии. Начали работать над тем, чтобы сделать все красиво, приятно. На мой взгляд, ну, наверное, года три назад. То есть, облагородили вот эту улицу, на которой мы сейчас находимся. Сейчас я думаю, что мы с тобой пройдем еще несколько локаций, я покажу, которые сделали такие, прямо вот для картинки. То есть, фактически, за последние несколько лет, я так понимаю, что это, наверное, был перенят в каком-то смысле опыт Москвы. Облагораживание общественных пространств. Потому что раньше, ну, вот так вот ты гуляешь, типа, блин, а куда поехать? У нас вот на Перзагородном есть такой комплекс, ну, как, неразвлекательный он называется. Короче, там много домиков, можно их снимать, там рестораны и прочее. Вот мы с супругой, с ребенком постоянно ездили гулять только туда. А в последние, там, вот пару лет мы уже, как бы, выбираем. Мы поедем вот здесь, вот сейчас на этой улице. Мы, например, любим там вечером, летом на электросамокатах поездить. Прям вот от дома встаем, 10 минут на электросамокате, аккуратненько, не как петушеринг ездим. Аккуратненько доезжаем, здесь слезаем с них, ведем их ручками, потому что здесь очень много народу вечерами, летом. Соответственно, проходим вот эту людную пешеходную улицу, едем дальше на электросамокатах. Есть у нас лесопарк, например, тоже хорошенечко облагородили. Причем сегментами, то есть сначала сделали фасадную часть, там прям прикольно. Дальше, где-то через год облагородили вторую часть лесопарка. Там уже не так красиво, как на фасадной части, но все равно там сделали дорогу, освещение, какие-то там физкультурные снаряды. Для детей там поставили какие-то штучки, чтобы они могли там побарабанить. В общем, складывается впечатление, что наконец-то у нас озадачились вопросом того, что вообще люди должны делать, кроме как работать и спать. Здесь вот у нас за спиной арт-объект находится. Ну, кто про Рязань хоть немножечко какую-то информацию знает, наверное, не секрет, что у нас на протяжении многих лет имеются определенные проблемы с воздухом. То есть бывает так, что ты вечером окно открываешь, особенно летом, и стоит запах прям вот, ну, говна. То есть, ну, блин, хочется выйти на балкон посмотреть, они наложили ли у тебя там огромную кучу. Ну, по факту, как бы это выбросы с каких-то из промышленных предприятий. Причем постоянно, как бы, ну, вопрос этот муссируется, проводятся там какие-то исследования, там, какое конкретное предприятие делает выбросы. Ну, вот, на фоне вот этих вот всяких историй у нас и появился вот такой вот замечательный арт-объект. Окна, если закрывать, с открытыми окнами жить, ну, это как бы, все равно воздух идет с улицы. Вонь в Рязани, отвратительная. Это бывает просто ужас. И днем, особенно ночью, наверное, ночью выбросы стараются делать побольше, потому что ночью бывает, что вообще просто запахи ужасные, разные. Даже вот словами не писать, а тут тебе надо приехать и понюхать вечером. Вонь бывает в разных частях города. В центре, конечно, там поменьше, но тоже бывает. Острая проблема. Вот я уже отметила, какая. А так мне жаловаться не на что. На жизни в данном городе работы, по поводу работы, работы достаточно, но в основном везде средняя заработная плата, там, ну, 30 тысяч рублей, условно говоря, да. Я не беру сейчас каких-то придавцов, которые работают на процент. Если вот обычный офисный работник, который работает 5-2, то это, ну, средняя заработная плата 30 тысяч рублей. Строиться, в принципе, можно, но везде практически нужно высшее образование. Но это как и везде. По работе в Рязани. Есть у меня знакомые в Рязани, кто переехал, уже там не один год живет. Нашли работу, работают. Есть до 100 тысяч зарплаты, есть 100 тысяч, и побольше 100 тысяч есть зарплата. Люди работают. В объявлениях на ВИТО тоже есть от 80 тысяч зарплаты. Ну, как бы можно найти. Работа как бы есть. Даже вот водителям на автобус, на троллейбус, там, вроде бы говорят, зарплата от 60 тысяч. Начинается. Как бы не хватает. Про маршрутки не знаю. Объявления на автобус висят. Как в итоге пришла идея уволиться и начать новую жизнь с точки зрения заработков, доходов? Слушай, ну, это была не совсем новая жизнь, так сказать, да? То есть, плацдарм готовился сильно заранее. Как готовился плацдарм? Я еще когда работал в тюрьме, надо мной смеялись все сослуживцы, потому что я приходил с собой, брал пачку листов А4 с книжками по SEO на тот момент. Именно оно меня больше всего интересовало. SEO – это поисковое продвижение. То есть, на тот период времени, там, Яндекс.Директ, то есть, все рекламные системы, они не были настолько развиты, как сейчас. И, соответственно, основной источник трафика, то есть, посетителей для любого сайта была органическая выдача. Поэтому я начал изучать вот этот момент, ходил на работу с книжками, поскольку работа была формата такого, что ты там что-то сделал, да, например, ну, провел определенные мероприятия тюремные. В дальнейшем у тебя, ну, такое условно там свободное время на протяжении там 20-30 минут. Дальше какой-то новый цикл действий начинается. Соответственно, вот эти 20-30 минут там кто-то сидел как бы, ну, дурака гонял, да, курил, чаи гонял и прочее. Вот, а я сидел книжки читал по продвижению и, соответственно, потихонечку-потихонечку учился, там, начал практиковаться на своих реальных сайтах каких-то. Ну, и в дальнейшем, когда уже пришла идея о том, что пора увольняться, я просто уволился и четко знал, куда я иду. Мы оказываемся на твоем рабочем месте. Интересно послушать, чем занимаешься, чем зарабатываешь. Какую-то вилку людям в любом случае будет интересно услышать по доходу в твоем направлении. Вот кратенько, уходишь ты из госслужбы и уходишь ты куда, что делаешь? Ну, хожу в интернет-рекламу, на фриланс. Начинал там с копеек вообще буквально там сайты делал там по 5 тысяч рублей. Потихонечку начинаю обрастать знакомствами в предпринимательской сфере там и своего города, и в других проектах, по которым делал. Сразу начинаю понимать, что как бы просто сделать сайт человеку недостаточно, ему нужно в дальнейшем им заниматься. Соответственно, изначально у меня были две услуги. Это разработка сайтов на CMS WordPress, кто в курсе, тот знает. И SEO-продвижение, потому что я его очень детально изучал в период еще госслужбы своей, практиковал на своих каких-то сайтах, собирал информационники. Когда со службы вышел, соответственно, имел возможность на коммерческой основе оказывать данные услуги. Начинал с этого, работал за копейки, работал на фриланс-биржах, набирал себе опыт, набирал себе отзывы, набивал себе руку. И потихонечку начал лезть в другие источники привлечения клиентов на себя. Нашел на авито своего первого клиента, такого нормального, адекватного, с которым, кстати, до сих пор работаем, уже много-много лет. У него сеть небольших ломбардов, юридические услуги, и жена занимается дизайном интерьеров. Вот я до сих пор веду все три проекта у него, и мы все довольны. Сейчас у меня проектов много, проектов много разных. Я как бы везде старался лезть, и за счет своей вот этой вот напористости завязал там знакомство на... Сначала я познакомился, короче, с организатором бизнес-конференции, которые здесь у нас в Рязани проводились. Выбил у них в наглую место спикера за то, что провел им рекламную кампанию в интернете по привлечению клиентуры на это самое мероприятие. Один раз выступал, на следующий год еще раз выступал, еще через год еще раз выступал. За все три выступления у меня сформировалась уже как бы определенная аудитория людей местных, с кем я работаю. В дальнейшем начал там на себя рекламу тоже давать и в городе, и за городом появились там различные контакты, знакомства. Начал развивать свой блог сначала текстовый, с него там тоже люди приходили. То есть ты делаешь что-то и подробно описываешь, что сделал, какой получился результат. И ко мне приходят люди вот с этих статей. Сейчас то же самое я делаю в том числе и в видеоформате. То есть введу свой блог на ютубе, там снимаю про свою работу, про рекламу. Бизнесменам очень, кстати, полезно, потому что там многие лайфхаки, подсказываю, на которых их иногда обманывают. В плане дохода, ну в целом, если быть откровенным, на все в жизни хватает. Базовые потребности все закрыты, имеется возможность формировать активы в виде того же самого инвестиционного счета, вкладов, еще каких-то вещей. Был у меня в 2021 году такой затык, что надо какой-то оффлайн бизнес заиметь. Я, собственно говоря, открыл небольшое производство. Все работает, все развивается. Производство, ты открыл коврики, да? Лево коврики, да, для машины. Ну вилку дай, смотри, у тебя получается интернет доход, раз. И второй, это вот коврики ты продаешь, два. Совокупно, я думаю, что среднемесячный доход порядка 200 тысяч рублей в месяц. Жена не работает? Нет, она помогает родителям по бизнесу. То есть у нее есть тоже свой определенный доход. Понятно, что большую часть дохода формирую я, но тоже она как бы на попе ровно не сидит. Занимается ребенком, причем занимается так, что когда мы там нанимаем репетитор по английскому, репетитор говорит, а я вам зачем нужен, вы ему все можете самостоятельно дать, ничуть не хуже. Занимается ребенком очень основательно, вплоть до болячек всяких и прочее. То есть реально человек без медицинского образования знает больше, чем многие доктора, которые здесь в больницах, в том числе в частных сидят. Помогает родителям по бизнесу, то есть там какие-то закупочные моменты, съездить в Москву, что-то там купить, привезти, опытом сюда, выбрать что-то. Она периодически занимается бюрократическими вопросами, то есть работа там претензионная, да, то есть там кто-то из клиентов там что-то имеет какие-то претензии, да, к бизнесу. Ну это нормально. Кто, не ошибайтесь, только тот, кто ничего не делает. Косяки бывают у всех, соответственно, если косяк доводят до юридической плоскости, тут она в силу вступает, потому что она в этом как бы очень хорошо понимает. Став небедным милиционером, ты сейчас занимаешься... Я уже не милиционер. Да, ты сейчас занимаешься своей деятельностью, должок родителям жены, не стал возвращать? Ну слушай, у нас как бы должок какого формата? Помощь по бизнесу, да, то есть непосредственно я им даю то, что я им мог дать изначально, то есть это когда профессию поменял, начал заниматься интернет-маркетингом, первым делом что я сделал? Сделал им сайт, сделал им рекламу и сейчас продолжаю, естественно, все это дело поддерживать. Не знаю, что там в плане цифр, отбила себя она или нет в плане инвестиций в нас, но как бы они покупали квартиру своей дочери в первую очередь, а не мне. И я считаю, это правильная политика, если есть возможность детям помочь, надо, наверное, это делать. Может показаться, что я такой весь мажор, короче, прилип там к обеспеченной дочери обеспеченных родителей. Я не люблю сослагательных наклонений, но мне кажется, что нам дали хороший фундамент для того, чтобы я быстро стартанул. Я сейчас думаю, что, возможно, если бы этого фундамента не было, тот же путь я прошел бы там на 5-7 лет подольше. У нас в семье занимается в том числе распределением доходов, то есть, несмотря на то, что не маленький для нашего города доход, мы стараемся жить таким образом, чтобы в режиме разумной экономии. Разумной, очень важно разумной. То есть, не покупаем Porsche Cayenne на последние портки, покупаем машину проще для того, чтобы с ней не запариваться. Тот же самый с одеждой, да, то есть, мы не покупаем там в лоб. Если нам нужно что-то приобрести, она там формирует список потребностей, да, заходит там на какие-то маркетплейсы, ставит там в избранные и отслеживает период, когда более низкие цены будут на то, что нам нужно. Один из примеров – кошачий корм. С период с 2020 по нынешнее время он подорожал, блин, в три раза. То есть, мы начинали покупать 10-килограммовую пачку за 4 тысячи рублей. Сейчас, когда последний раз я цены смотрел, она была уже 13. Я к ней подхожу, говорю, ну, это не вариант вообще, как бы, вот столько тратить на кошачью еду. Начали подбирать альтернативы, кто занимался. Она, причем подход такой профессиональный, то есть, она запросила информацию у профессиональных кошатников, у подруг, которые там кормят кошек породистых, хороших. Информацию совокупно собрала и нашла альтернативные варианты. Ну, а вообще, в целом, как бы, если задумаешься о переезде, все равно же когда-то у тебя какой-то этот вопрос, возможно, встанет. Ты не думал, куда ты поедешь? В свой дом, в новый дом, ну, вот в такой. Слушай, по поводу своего дома вопрос такой. Для ПМЖ дом в данной ситуации категорически нет, потому что времени свободного особо нет, решать какие-то вопросы с домом времени точно нет. То есть, допустим, у меня вот у отца дом свой он тоже построил, живет там уже, наверное, лет 10. И тоже там, то, блин, у него баня загорится, то котел у него замерзнет, то крысы что-то какую-то сожрут проводку. Постоянно стройка у него, ну, не стройка, а то есть дом построен в бесконечный период благоустройства участков. Это много денег, это много времени, я работаю много, хочу видеть семью, у меня особое желание вот в это вписываться нет. По поводу переезда в целом, меня абсолютно устраивает локация, где я сейчас живу. Обычный типовой Рязанский двор еще, слава богу, что там сейчас сделали у нас буквально этим летом новую детскую площадку. Соответственно, чуть-чуть все попрезентабельнее выглядит стало. Ну, меня все полностью устраивает, то есть я привык конкретно вот к этому дому, я привык к этой локации, я привык к инфраструктуре, которая здесь есть. А здесь есть, по сути, ну, все, что нужно тебе для жизни. Хочу сказать по стоимости квартир. Начал я смотреть лет 5 назад, ну, так не особо. Но дело в том, что вот конкретно в 2021 году однокомнатная квартира площадью 38 квадратных метров стоила до 3 миллионов. На этапе строительства, там, год до сдачи дома был. Сейчас она уже стоит 4,5. Друг 4 года назад брал квартиру тоже на этапе новостройки. Большую площадь, там, 60 с чем-то квадратов. Отдавал он 3800. Сейчас такая квартира 6,5 стоит. И вот 4 года назад висели рекламные плакаты на стройке, что однокомнатные квартиры от 900 тысяч. Сейчас однокомнатные квартиры 3 с лишним. Если сейчас покупать новостройку, я вот узнавал, там, через 3-4 года сдачи дома, этап котлована, там, до 80 тысяч квадратный метр стоит. Это самое минимум, даже уже 84 тысячи. И, опять же, она будет голая, без заделки, без всего. В ремонт там очень много. Я уже, как бы, новостройку, еще процентные ставки поднялись. Новостройка сейчас вообще отмендается. То есть, сейчас, если только можно за 2 миллиона, за 2,5, за 3 найти хороший вариант однокомнатной квартиры, даже и двушки. Сейчас новостройка, это вообще невыгодно. Тем более, такие новые дома. Я вот посуточно жил. Но жить там постоянно невозможно. Еще по новостройкам хотел сказать по планировке. Какие же дома в Рязани строятся? В эконом-сегменте, скорее всего, можно сказать. На этаже полно квартир. Строятся в основном... Ну, они их выгонены, продавать. Однокомнатные. Очень много людей заселяется. Планировка ужасная. Я смотрел на кухню. Вытяжка вообще на другой стене находится. То есть, надо трубу тянуть. Просто, как бы, ну, очень много нюансов. И коридоры, и подъезды, лифты, по слухам, уже даже в новых домах бывает и падают. Но это слухи. Ну, скорее всего, обслуживание домов страдает. Стены в новых домах, как строят. Ну, некачественно. Абсолютно. Кстати, заметил интересную тенденцию. Многие москвичи приезжают в Рязань проводить старость. То есть, они зарабатывают, короче, деньги в Москве. Покупают здесь жилье, потому что оно здесь, ну, прям существенно дешевле. А ехать до Москвы без пробок, там, два с половиной часа всего. Сейчас еще, когда продолбят окружную от Коломны через, ну, напрямую, вообще, мне кажется, будет два часа хода. А так, в целом, ну, строят много. Но я как рекламщик, как маркетолог понимаю, что продают красивую картинку. Красивый фасад, красивый двор, красивая инфраструктура на этапе, ну, когда только построили и начинают людей заселять. Как в дальнейшем будет, фиг его знает. Но, опять же, вот, например, у меня во дворе построили достаточно крупный дом. И вечерами я смотрю, там примерно половина окон не горят. Хотя его давно уже сдали. И, как бы, кто в первую волну приобрел там жилье, они, скорее всего, уже заселились. Потому что, я говорю, половина окон горит, половина окон не горит. Вода в городе очень плохая. Берется из оки. Очищается плохо. Хлорка. Хорошо, если хлорка, а то и рыбой будет пахнуть. Или еще чем-нибудь тиной какой-нибудь. А на месте, где были артезианские скважины, город питал, там какая-то история мутная. Сейчас там хочет построить жилищный комплекс. На месте, где артезианские скважины были. То есть, Рязани вообще, как бы, только саки вода используется. Артезианских очень мало скважин. Вода везде, по всему городу, плохая. В разных районах я был. Везде вода плохая. С водой, допустим, можно вопрос решить. Пошел в магазин, купил бутилированную. Или фильтры поставил. А вот с воздухом ты ничего не сделаешь. Слушай, здесь вот прям, ну, самый, наверное, центр города. По крайней мере, я не знаю географически. Я знаю, что это центр притяжения всего населения, в принципе. То есть, вот здесь вот у нас основная транспортная магистраль. Первомайский проспект. Здесь у нас обычно проходят всевозможные концерты. То есть, ставится сцена либо за памятником Ленина, за спиной. Когда какие-то такие федерального масштаба там праздники ставят, сюда сцену. Есть еще нюанс в нашем городе. Потому что я вроде сказал, как все классно стало в последние годы. Но сейчас я прям такую конкретную ложечку говнеца подброшу. Я не знаю, какому гению проектировки пришло в голову сделать у нас автобусные полосы. Возможно, это как бы сделало общественный транспорт доступнее. Но это реально поделило, вот в моем понимании, жизнь города на до и после. Потому что пробки, когда это только нарисовали, они ночью, блин, были. Я мог приехать, например, там из Москвы поздно ночью, в 2 часа ночи. И встать в пробку на переезде с одной части города в другую. Потому что там и так 3 полосы, которые стекаются в 2. То есть эффект бутылочного горлышка. А потом еще часть вот этого бутылочного горлышка отдали под общественный транспорт. Не везде повесили камеры. Но все равно народ, в принципе, с позиции правопослушного гражданина правильно делает, чтобы они не ездят. Но факт в том, что как бы добраться теперь с одной части города в другую достаточно сложно. И я без каких-то веских причин стараюсь из своей половинки города не уезжать. Интересная зарисовочка. Ну вот смотрите, мы проехали примерно 10 минут от центральной части города. Мы все так же находимся в городе. Мы еще, можно сказать, не на самой окраине. Ну вот, частный сектор. Что нас окружает? Все как везде по стране. Пятиэтажные дома. Есть трехэтажные дома. Есть частные дома, которые уже все. Кирдык. Кого-то переселили. Дома стоят не снесены. Есть дома, которые еще эксплуатируются, в которых живут люди. Есть богатые дома. Но если мы будем ехать дальше-дальше, там еще будет идти, так сказать, промышленная часть города. Автосалоны, бизнесы, различные сервисы и прочее-прочее. И только потом уже будет так называемый конец города. Ты выезжаешь, все, поехал там, скажем, в Рязанскую область. Поэтому атмосферку я вам стараюсь передать. Но ей как раз-таки никого не удивишь с точки зрения того, что такое есть по всей нашей стране. Район называется Шлаковый. Ну что тут рассказывать особо нет. Вот там вот кузовной ремонт, в который я езжу. А здесь вот у нас недалеко был не санаторий, а типа медицинский центр для сотрудников МВД. Ну частный сектор такой средней раздолбанности. То есть люди живут, дома есть разные, есть достаточно облагороженные, да. Есть такие прям уже раздолбанные, раздолбанные. Ну соответственно, наверное, кто побогаче, они там ухаживают за своим домом, там как-то тюнингуют, проводят реновацию и прочее. Кто поскромнее, они вот живут вот в таких вот, там вот даже, по-моему, чуть ли не, не знаю, трубы торчат. Может вообще печное какое-нибудь отопление, хрен он знает. Ну короче, райончик такой. Ну знаешь, опять же, я не могу сказать, что это какое-то гетто. То есть я бываю здесь вечерами часто, я не вижу здесь толпа алкашей, да. Их здесь больше, чем в центре однозначно. Здесь, возможно, там какие-то криминальные происходят события вечерами, потому что все равно рабочая окраина, да. Там люди немолодые, досуг проводят, может быть, за алкогольными напитками и в дальнейшем как-то особенным образом развлекаются после этого. Ну блин, опять же, я говорю, не гетто ни разу, просто такой более бедный, скромный район нашего города. Друзья, ну как вам такое? Вот зацените, вот тормозни. Смотрите, кто-то себе построил под окнами просто-напросто открытый гараж. Вот он, пятиэтажный дом. Ты выходишь, обносишь заборчиком, делаешь себе из, скажем так, железа, но я хотел бы сказать по-другому, да, вот такой загон под автомобиль. И все, и пожалуйста, все стоит, отбойнички. И хрен тебе кто скажет. Поставишь здесь машину, тебе объяснят, что так делать больше не надо. Ну вот прикольно. Я еще видал, когда, например, люди просто пристраивают себе балконы, террасы строят. Те, кто живут на первом этаже. В общем, интересного увидеть можно много. Часто пишут в комментариях, Москва, Москва, что, других городов не существует. Вот прорекламируй свой город с точки зрения туризма. Вот сидит человек сейчас дома. Я ему предлагаю, собирайся, на день-два приезжай в Рязань, отели у вас есть, ресторанов, баров, всяких заведений полным-полно. Но нужна досуговая программа. Что есть вообще интересного, куда действительно стоит сходить? Слушай, ну, центр города в принципе весь. То есть его прям пешочком интересно и сходить. Особенно, наверное, самым правильным вариантом будет взять какого-нибудь экскурсовода, предварительно найти, который будет с тобой ходить и рассказывать. А вот эта штучка, которая на 100 торчит, это термометр. И, насколько мне известно, он реально фактическую температуру отображает. А вот это вот здание, это новодел. И как бы оно никакого отношения не имеет, да, к Рязани, к истории Рязани. Там вот это здесь было, это здесь было, это. Блин, я вот честно, мне немножечко даже стыдно в этом вопросе. То есть я приезжаю там в Казань, приезжаю в Питер, вот в Москву тоже с этой целью хочу наконец-то доехать. Потому что раньше просто там по своим делам мотались. Я беру экскурсоводы, короче, с автомобилем. Ну, и семьей мы ездим, и она нам на машине рассказывает там вот историю города, какие-то знаковые места, события. А вот что-то у меня в голове даже не созрела идея так сделать у себя в городе. Вот надо этот вопрос будет летом обязательно закрыть. А так в целом, ну, блин, в Рязани есть что посмотреть, есть где погулять. И в плане внешней привлекательности москвичи, которые живут там в спальниках, они, наверное, даже сильно не страданут. Потому что в центре города у нас реально красиво. Вот буквально в считанные годы у нас вот отреставрировали там вот в том числе вот эту площадь. У нас на самом деле много лет была проблема с освещением дорожным и уличным. То есть у нас в период проведения чемпионата мира какие-то даже шутки ходили, короче, что вот Рязань это прям мордор конкретный в плане света. Так и было. Сейчас вот вопрос там год-два назад решили со светом. Досуговые места сделали. Вот в досуговых местах, к сожалению, все равно свет не сделали. Ну, нет предела совершенства. А так в целом, ну, по городу интересно погулять. В Кремль однозначно сходить, в центр однозначно посетить. Ну, и плюс есть всякие там такие религиозные места, в которые тоже, наверное, имеет смысл сходить. Дома застройки где-то, мне кажется, двухтысячных годов. То есть они не старые. Слушай, ну, в целом вот так вот ты живешь. Там в паблике по-любому какие-нибудь местные подписаны. Нет. Ну, а вообще какие-то новости ты получаешь о городе с точки зрения того, что жалуются люди там, я не знаю, холодно, отоплений нет. Прорывы труб, теплотрассы, еще что-то. Нет, ну, есть по-любому какие-то эксплуатационные проблемы. В любом случае, я уже говорил про свет, да. То есть я бодаюсь с тем, чтобы у меня за домом восстановили электроснабжение и сделали свет. Ну, блин, в любом городе есть проблемы. В любом городе имеет место раздолбайство определенное людское, да, и пофигизм. Как и у всех. В плане местных пабликов, блин, честно, ну, я очень щепетильно отношусь к тайм-менеджменту, поэтому я себе не позволяю особо сидеть там, читать новости, там, что у нас в городе происходит и так далее. У меня досуг, на самом деле, ну, расписан прям по минутам буквально. И единственные новости, которые я сейчас читаю, это как бы внешнеполитические, в связи со всеми вот этими происходящими событиями, вот, больше особо не интересуюсь я всякими новостными повесточками. Сделай обзор на свое рабочее место. У ФЗшка времен СССРовских, которые на 10 лет старше меня, здесь вот я периодически записываю какие-то важные мысли, то есть вот здесь вот у меня сейчас стратегия, одна из стратегий продвижения, куда можно заходить для того, чтобы сформировать спрос у людей, потому что иногда приходят люди, которые говорят, у меня продукт вот такой-то, я начинаю анализировать спрос и понимаю, что его просто нет. То есть людям нужно показать полезность конкретного продукта. Это может быть там новый бренд или вообще в принципе какая-то новая услуга или вещь, которую люди еще не знают. Соответственно, вот через вот такой вот элемент продвижения мы людям показываем какую-то полезность того, что мы продаем. А здесь вот у меня квиточек, май 2015 года, с доходом инспектора следственного изолятора московского. Сколько там, 37 тысяч? 42 тысячи до налогов, 37, 158. Когда все налоги оплатил и спишь спокойно. Слушай, как вообще рабочий день проходит? Во сколько ты сюда приходишь? Во сколько встаешь? Рабочий день проходит от заката и до рассвета. Здесь без ложной скромности я скажу, что работы много, то есть доход он не падает с неба. Для того, чтобы хорошо зарабатывать, нужно хорошо работать и искать различные альтернативы. Я много раз обжигался с различными бизнесами, в том числе собственными. И успешный это, собственно говоря, предприятие, которое сейчас функционирует на розницу производственное. Рабочий день начинается где-то часиков в 9. То есть стою у полдевятого, иду кушаю, пью кофе, прихожу сюда, смотрю, что произошло за ночь. Потому что иногда бывает так, что, например, какая-нибудь система Яндекс.Директ, у нее происходит сбой и идет дикий перерасход именно конкретно ночью. Соответственно, анализирую показатели за ночь, смотрю, нет ли каких-то аномалий в плане расходов, в плане трафика у сайтов моих клиентов. Смотрю какие-то новости, которые там появились немножечко 10-15 минут. Соответственно, дальше уже сажусь непосредственно работать. Сама работа совершенно разноплановая, начиная от разработки сайтов, заканчивая созданием рекламными компаниями. На данный момент, в принципе, я закрываю все возможные источники интернет-трафика, которые существуют и доступны сейчас в Российской Федерации, начиная от сайта строения, Яндекс.Директ, SEO, ВК, таргетирная реклама, посевы, реклама через блогеров. То есть, по сути, человек приходит и говорит, мне надо продвинуть автосервис. Я ему прям стратегию чик-чик-чик, делаем вот это, делаем вот это, делаем вот это. Заканчивается рабочий день стандартно где-то часов, наверное, в 7. Но не всегда. Иногда сижу до 9, иногда сижу с 9 до 9, потом иду, занимаюсь с семьей, ребенком погулять, там что-то поужинать. В 11 уходит спать, до 2 опять сажусь. Но уже не сюда, сажусь с ноутбуком. Ноутбук у меня вот здесь вот в этом непримечательном портфеле. Почему он такой непримечательный? Потому что его кошки постоянно держат. Мы вот, например, можем себе позволить уехать в Сочи, отдохнуть, грубо говоря, месяц пожить. У меня в плане жизни особо ничего не меняется. То есть, я как встаю с утра, иду заниматься работой до вечера. Я когда куда-то уезжаю, за исключением каких-то конкретно туристических поездок, то есть, в Питер я поехал вот в этом году, за долгое время работы, я себе смог позволить такой вот прям отпуск без работы. И то, на звонки по розничному бизнесу все равно отвечал. Работаю, да, из любой точки мира. Мы там, когда еще до пандемийной периода в Турцию ездили, точно так же я там сидел и работал. Но как бы, блин, все как есть. Если я не работаю, денежка у меня не зарабатывается. Поэтому очень прямая корреляция. Чем больше ты сделал, тем больше ты заработал. Все. Чаек. Супруга помогла, заварила. Спрашиваю у жены, как тебе? Да все отлично. Зачем нам куда-либо переезжать? И здесь хорошо. Вот сколько у вас выходит платежка за квартиру в месяц? Слушай, в этом году как-то очень жирно стало стоить отопление. У нас в период летом мы платим от 3,5 до 4 тысяч рублей в месяц за трехкомнатную квартиру немаленьких размеров в центре города. Зимой что-то 7-8. Вот в этом году жена обратила внимание, отопление подорожало на 500 рублей относительно прошлого года. Расскажи мне, вот ты общаешься с людьми, то есть в целом город знаешь, вообще какая реальная зарплата у людей плюс-винус, какая вилка хотя бы от чего начинается, вот с простых профессий, вот почем ставка какая у людей? Дим, сложный вопрос, потому что мой круг общения – это предприниматели, соответственно, это от среднего класса и выше. Ко мне сейчас не приходят люди, у которых нет денег для работы. Ну, ответ тогда про предпринимателей. Даже мы на это акцент сделаем. Ты, скажем, предприниматель, ну, все очень по-разному. То есть, у нас не принято спрашивать, сколько ты зарабатываешь. В целом по внешним каким-то факторам можно сделать выводы. Но опять же, у меня, например, есть клиент, тоже уже много-много лет с ним работаем. У него компания по монтажу видеонаблюдения, вот замок, который мы там сейчас показывали, как раз они делали еще тут систему безопасности по квартире заодно делали. Все скрыто, аккуратненько. Помимо этого он еще занимается онлайн-тренировками. То есть, тоже у него уже есть бизнес, но при этом он хочет масштабироваться и постоянно ищет какие-то еще варианты. Бизнес уже тот был отлаженный. Мы влезли в эту тему с онлайн-тренировками. У человека есть возможность раз в квартал ездить за границу. У него есть возможность постоянно ездить на эти триатлоновские гонки. Машина, знаешь, какая у него? Киоспортуш 3-й, 10-го года. На механике. Он ее перевернул, с какой-то гонки лыжной ехал, перевернулся на ней, восстановил в идеал все полностью. Ездит на ней дальше. Говорит, хочу, иногда ловлю себя на мысли, что надо вот Соренто Прайм взять. Ну, как-то уже не солидно. У человека, блядь, велосипед стоит столько же, сколько у машины. Реально. И он у него не один. Вот ты мне акцент сделай. Вот смотри, в целом, круг, в котором ты общаешься, это предприниматели. Ну да, больше сейчас. Соответственно, где-то что-то проседает по бизнесу. Как вообще люди реагируют? Жалуются, плачут, что плохо. Или цепляются за другие направления, двигаются. Жалуются все поголовно практически, за исключением тех, кто помоложе. То есть у меня средняя аудитория моих клиентов – это 35, сейчас, наверное, уже даже больше. А ноют все, особенно в возрасте 50+. Почему ноют? Потому что я же занимаюсь рекламой. Соответственно, чем больше он заныл, я должен почувствовать себя виноватым и пойти ему быстро что-то сделать, чтобы у него поперло. А как показывает практика, сколько вот так не делай, все равно. Самое смешное, что у меня же есть цифры. То есть я компьютер открываю, систему аналитики открываю. У кого-то СРМ, где заказы учитываются. У кого-то просто аналитику сайта. И я вижу, что есть звонки, да? И я посмотрю, что это не боты. Но люди все равно жалуются, говорят, что плохо все. А при этом, кто больше всех жаловался, за 3 года пересел сначала с Lexus старенького на Hyundai Palisade из Кореи. А потом очень быстро купился Land Cruiser 300. Самый бедный мой клиент. Расскажи или дай совет людям. Они сейчас посмотрят, скажут, да ладно, какую-то ерунду тут нам, Костян, рассказываешь, чешешь. В стране тяжело, развития нет, санкции. Уже всего полно, маркетплейсы в каждом городе. И все то, что можно списать к одному простому слову, что безысходка, заработать невозможно. Конечно, многие пытаются, вот ключевой момент, друзья, обратите внимание, многие пытаются найти работу, то есть куда-то устроиться, чтобы над тобой был начальник, дал тебе работу, но при этом почему-то опускают момент, что можно самому что-то придумать, начать делать, быть начальником. Вчера у тебя, ну я условно скажу, вчера у тебя было руководство, которое тебе говорило, куда, чего делать. Не сделал, получил по шее. Сегодня на тобой руководства нету. Ты нам отметил момент, что сплю, денег нет. Работаю, деньги есть. Отдыхаю, деньги тратятся. Работаю, деньги копятся, зарабатываются. Вот просто обратную связь. Посоветую людям, вот как ты в свой 31 год проживая в Рязани, видишь ситуацию с точки зрения для того, чтобы встать со стула и начать что-либо зарабатывать. Слушай, я не буду агитировать за то, что идите в бизнес, да, но я буду агитировать за то, что человек, который занимается определённой работой постоянно, он всегда может её монетизировать на стороне и часто гораздо дороже. Ну, я уже говорил про рабочий день. Иногда, вот, например, вчера снег выпал, ко мне ребёнок приходит днём и говорит, пап, покатаешь меня на снегокате? Ну, блин, я что, откажу ребёнку покатать? А первый снег на снегокате? Ну, нет, конечно, я в 3 часа работу финиш, поехали до 7, до 8, потом приехал, если бы мы с тобой сегодня не снимали, я бы благополучно сел бы в ночь делать то, что я должен был сделать днём, ну, в рабочее время. Либо, там, например, сегодня я бы сел бы в 9, да, как обычно, и сидел бы до часиков 11, закрывал бы свои... Это ты молодец, ты людям зовёшь, да, они сейчас скажут, Костян-то молодец, у него жизнь, нам что делать? Ну, послушай, вот ты сейчас будешь смотреть этот ролик, я тебе прям дам совет. Если ты что-то хочешь, надо идти и искать возможности. Банальный пример, вот, кстати, про обращение с деньгами. У меня затрещала печка на машине, на пробеге там 80-90 тысяч километров. Я вбил номер детали, получил в Ниссане номер детали, вбил её в интернет, начал мониторить, искать, смотреть какие-то варианты альтернативные. Мне в Ниссане сказали, не надо покупать неоригинальную вот этот моторчик печки, потому что быстро он погибнет. Я начал смотреть, что, в принципе, можно ещё там придумать. Наткнулся на авито в объявлении, человек в Казани ремонтирует эти печки. Прям вот, мне в Ниссане сказали, она не ремонтопригонная, у неё втулка, просто полностью выкидываешь этот мотор, ставишь мотор новый, цена 40 тысяч. Новый, новый 40 тысяч. Человек 3 тысячи с меня взял, за полчаса мне втулку, у него немножко не так было, я приехал, он мне уже починенный с такой же машины, он мне всё показал. Вот смотри, твоя плата, вот эта плата, вот эту деталь я поменял, я тебе просто ставлю, уже отремонтированная от другой машины. А по факту 30 минут, и он меняет то, что в сервисе сказали, что не ремонтопригонное, на подшипники, которые там, они, ну, износятся, их можно опять же разобрать, поменять, взял за это 3 тысячи. И сколько он заработал-то за эту, ну, какая-то себестоимость? Слушай, себестоимость этих подшипников, дай бог, там 200-300 рублей. Он себе в карман 2700 положил, я у него спросил, насколько много у него таких заказов в месяц. Он сказал, в пиковый сезон я этих моторов делаю по 300 штук. По 300 штук. По 300 штук в месяц, да. 30 минут работы, он сказал. Я просто вытаскиваю это. У него отработанная схема, всё, то есть, как конвейер. Положил, чик, поменял, поставил, продал. Работает на доставке, развивает профиль Авито. Я, ну, как маркетолог, я привык проверять везде информацию в нескольких источниках. Я тут посмотрел у него ролик на Ютубе про это, да, он рассказывает. Отзывы пробил на накрученность, ненакрученность. Сделал вывод, что человек как бы, ну, реально настоящий. То есть, он сделал конкретную узкую востребованную услугу. Ей обучился в идеале работать. А дальше он просто работает как бы на зачётку, да. У него копятся отзывы. Внутри у него тоже, я говорю, о, а ты ещё типа обслуживанием машины что-то занимаешь? Потому что, ну, много баночек стоит разного масла, очень много инструментов. Он говорит, да, для своих приезжаю, это ушки делаю. То есть, ну, там у него коттеджный посёлок. Вот он говорит, весь этот коттеджный посёлок ездит делать ко мне. А по сути человек в одно лицо как бы, ну, занимается. Ну, и по косвенным признакам, что у него неплохой свой частный дом, неплохая машина во дворе стоит. Я могу сделать вывод, что, наверное, не всё так плохо. Здравствуйте. Я вот в этой кепке и футболке ощущаю себя лет на 25, когда смотрю в зеркало. Друзья, сейчас дам развернутый комментарий, но также отвечу на вопрос, где это я и что у меня с голосом. Все те, кто подписан на телеграм-канал, куда я вас без конца призываю подписаться, где делаю различные анонсы, знают, что я улетал в отпуск. Буквально на короткий отрезок времени находился я в Дубае. Снял я здесь тоже материал интересный, всё будет впереди, анонсы сделаю отдельно. Значит, что хочу сказать по самому выпуску и дать такой развернутый комментарий. Когда я его снимал, делал также анонсы, один человек мне написал, живя в Рязани, что, ну, я думаю, ты и сам всё увидел. С таким намёком, что город так себе. Назвать Рязань дырой, там, не знаю, если хотите засрать город, я лично не могу. Нормальный город, крупный город, есть там всё. Все различные услуги, инфраструктура и прочее, 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 всего полно. Город развивается. Те же самые новостройки строятся. Вот послушайте даже людей, да, в процессе съёмки ролика, специально никого не перебивал. Картина простая, такая же история, как с Москвой. Добавили им полосу для общественного транспорта. Для чего? Машин много, выбирайте общественный транспорт. То есть такая идея-то в целом-то браво, во всём мире приветствуется. Но нет, как бы неудобно, тяжеловато. В дальнейшем их ждёт что? Дороги начнут там расширять, пытаться делать их больше, больше. Будут тоже недовольны, ведь дорога, это стройка, это, опять же, какие-то объезды, пробки и прочее, прочее, прочее. Ну, с точки зрения жизни в городе, туда по-хорошему нужно приезжать на недельку, как мне кажется. И вот прям такой мощный сюжет снимать, больше делать кадров, потому что в этом ролике, ну, не было возможности физически успеть проехать, всё красиво подснять, чтобы вам показать. В дальнейшем, я надеюсь, что когда поеду в какой-то другой город, буду уже искать экскурсовода, историка, чтобы он хотя бы кратко мог рассказать о городе больше, с основными фактами, деталями. А у нас в Рязани грибы с глазами, откуда вообще пошла эта поговорка? На самом деле у неё там три истории возникновения. Одна из, это история про сражения с монголо-татарским Иго, мол, все люди, которые жили в городе, знали, что в лесах грибы срывать нельзя, топтать нельзя. Потому что по ним ориентировались, если враг подходит, он топчет грибы, либо же он их срезает, собирает. И понимали, что местные этого не делают. Таким образом, грибы служили некими маячками, они следили, смотрели. В целом, не всё так плохо, как можно было бы преподнести. Есть свои проблемы, как у любого города, есть свои жирные плюсы, есть свои жирные минусы. Но вот так, когда общаешься с людьми, у кого-то вот стандартный ответ. Стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Далее, разглагольствовать более не буду, приглашаю вас в комментарии высказать ваше мнение, дать советы, как дополнить подобные сюжеты, чтобы они были более интересны. Возможно, нужно что-то подснять. Пишите ваше мнение, я всегда читаю комментарии. На основании этого, вполне возможно, каждый следующий ролик будет получаться ещё интереснее и интереснее. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали. Ссылочка на спонсора выпуска ждёт вас в описании. Я же сейчас пью сироп в силу того, что охрип от кондиционера. И отправляюсь на прогулку. Вам хорошего воскресного дня. Пока, пока.